добрый день дорогие друзья с вами капля и сегодня я хотел бы продолжить размышления над первым посланием петра сегодня давайте поговорим о 8 9 стихе которого не видев любите которого доселе не видя но веруя в него радуйтесь радостью неизреченной и преславной достигая наконец верой вашей спасение душ о чем говорит петр и здесь есть несколько очень интересных мыслей которые в свое время очень зацепили меня апостол петр пишет верующим которые уверовали уже после них то есть в основном людям находящимся в рассеянии он говорит две вещи которые напрямую относятся к нам с вами первое что он говорит что вы никогда не видели христа и 2 он говорит и до сегодняшнего момента вы с ним не встречали он говорит вы его не видели но вы его любите вы его не видели и это относится к нам мы не видели христа это апостолы ходили с ним это они с ним рыбачили кушали служили вместе с ним ходили кто-то убегал кто-то прибегал это они просто где-то всегда были рядом я думаю что каждый из нас хотел бы оказаться в команде христа тайна что-то происходит чудеса знамения конфронтация какая-то очень интересная жизнь это знаете не просто там тихая религиозная болотца это как взрыв это как огромный камень упавшего озера и находиться там это потрясающе то есть это очень интересно и нам это не светит это время уже прошло нам светит наверное что-то более интересное потому что когда он придет второй раз это будет более мощное более потрясающее явление и мы с вами будем в эпицентре но в данный момент апостол говорит о том что мы не видя любим и никогда не встречавшись с ним радуемся о нем и вот здесь очень интересная вещь как же мы его полюбили мы полюбили его через то слово которое оставил нам бог мы услышали вот эти обетования и поверили им это принесло две вещи любовь и радость мы поверили с вами писанию не потому что она ну какие-то дала нам силы до или преимущества мы поверили писанию потому что она раскрыла нам иисуса и мы полюбили его всякий раз когда мы берем с вами в руки библию мы встречаемся с ним там начинаем слышать его голос мы не просто знаете питаемся этим словом мы не просто учимся мы встречаемся с ним происходит знаете вот вот этот контакт и когда ты читаешь его ты начинаешь ловить себя на том что ты реально слышишь голоса лилийских рыбаков и нежный добрый такой найти бархатный голос христа который учит который говорит какие-то вещи его спокойствие вот этот мир который от него исходит ты можешь услышать пережить почувствовать встречаясь с ним на страницах писания чем больше времени ты в этом проводишь тем больше ты соединяешься с ним и ты не можешь не полюбить его на сегодняшний день друзья на реально единственное место где ты можешь встречаться с иисусом это на страницах писания если ты этим пренебрегаешь что ты ты не просто много теряешь ты теряешь все ты теряешь взаимоотношения может быть у тебя их никогда не было найди время и приди в эту книгу просто погрузись нее это увидишь насколько потрясающий бог насколько он любит тебя и это любовь она родится в твоем сердце вторая вещь которая происходит когда мы с вами не встречаясь лично с иисусом находим его на страницах писания это радость радость не рожденная в юмористических программах не просто что-то что развеселила тебя нет это внутренняя глубокая серьезная вечная радость потому что ты понимаешь что во-первых ты избран во-вторых ты призван в третьих ты любим и это не может не вызывать радость ты любим не потому что ты достиг каких-то там высот чего-то великого и бог обратил на тебя внимание ты любим как настоящий сын ты любим потому что он любит тебя и когда ты веришь в это не просто ставить тебя на путь но именно это вера она доведет тебя до ворот спасения ты достигнешь этого спасения ты в обязательном порядке победишь три вещи которые дает тебе слово когда ты его читаешь это любовь это радость ни одного спасения и Субтитры подогнал «Симон»